добрый день уважаемые трейдеры с вами академия трейдинга инвестиций меня зовут полуяктов максим и текущая неделя будет не самой интересной в плане новостей то есть новостной фон достаточно скудный никаких сильных движений именно на новостях не предвидится за исключением новозеландского доллара по которому сегодня ночью будет опубликована процентная ставка и пройдет пресс-конференция поэтому мы с вами особое внимание уделим именно новозеландцу хотя как правило мы его с вами не торгуем но ситуация интересная на днях андрей виктор джигаценко предлагал покупать на обновление вот этих экстремов которые находятся сверху но есть небольшая проблема на мой взгляд и она заключается в том то что вот эта конструкция которую мы сейчас можем наблюдать на дневках то есть именно вот эти два бара это возможно что внутренний бар то есть а вот это движение она являлась кульминацией соответственно сейчас прямо по текущим ценам покупать на мой взгляд опасно и вообще если сегодняшний день закроется медвежьим поглощением к примеру то мы с вами сможем как минимум подождать когда это все расторгуется наверх чтобы покупать потому что если закроется день медвежьим поглощением то это будет плохо для покупок потому что внизу тоже есть хорошие площадки их лучше видно на младших таймфреймах то есть если открыть часовой таймфрейм то мы увидим что у нас есть первая цель по внутреннему бару которая находится именно здесь и вторая цель то есть которую можно взять вот этот основание то есть 20 марта то есть нас есть две цели это в том случае если это настоящий внутренний бар то есть сейчас мы это определить пока не можем потому что на процентной ставке это все может расторговаться соответственно наверх но если сегодняшний день будет медвежьим то мы с вами увидим давление именно вот на эти лая которые было видно еще вчера до американской сессии и если все это дело продавят то я думаю что именно пробой этих двух целей это останется лишь вопросом времени говоря проще нам с вами нужно дождаться как закроется этот день если он будет таким же бычим то мы с вами увидим что на самом деле это будет давление на вот этот уровень и соответственно скорее всего он пробьется но пока этого нет и если день закроется медведем то высока вероятность пробоя именно всех этих нижних площадок поэтому план простой нам нужно просто дождаться как закроется сегодняшний день и уже после этого принимать решение по остальным инструментам то есть по евро доллару пока никаких интересных ситуаций нет потому что у нас нет интересных экстремов где могли бы копиться чей-нибудь стоп-лоссы то есть нет ловушки то же самое и по золоту то есть у нас американцы пытались продавать но вот эти азиатские истории они выталкивают цену наверх и то есть соответственно никакого развития сейчас нет и до того как появится сигнал в продаже то продавать я не советую потому что это пока что чистый бычий тренд нам нужен сильный сигнал для того чтобы это изменилось покупать я также не советую потому что интересных целей нет то есть все деньги у нас остались внизу но нет инициативы с которой можно было бы присоединиться к этому движению поэтому по золоту я рекомендую пока что сидеть на заборе и не торговать то же самое и по евро потому что единственный экстремум который сейчас существует к примеру это явно минимум пятницы то есть это единственный ближайший экстремум где может хоть кто-то стоять но он образовался совсем недавно и денег там мало то есть нам нужен более обширный аукцион который может образоваться со временем поэтому по евро доллару а также советую пока что не торговать потому что внизу каких-то интересных площадок или целей нет и канадский доллар который также вчера показал некий пин бар но этот пин бар он абсолютно бесполезный и пустой я думаю то что канадский доллар он просто скорее всего сделает обновление от этого экстремума то есть в рамках от своих восходящей тенденции то есть ничего интересного и необычного здесь по сути также нет единственный инструмент на который сегодня можно и нужно обратить внимание это новозеландский доллар и торговать уже в соответствии с планом потому что сейчас на мой взгляд ситуация не совсем ясна потому что как я уже сказал нам нужно дождаться закрытие этого дня и на сегодня на этом все с вами был полуяктов максим больших вам профитов и удачи